Помощь с трудоустройством молодёжи в китайском районе Большого залива отныне станет постоянной. До этого в течение двух лет схему поддержки молодых специалистов опробировали. Инициатива помогает синганцам найти работу в материковой части страны. Когда Стивен Цанг окончил университет два года назад, безработица среди молодёжи в Сингане была рекордно высокой. Поэтому он ухватился за предложение работы в материковой части Китая. Одно из двух тысяч по программе поддержки правительства КНР. Сейчас он трудится полный рабочий день помощником адвоката в юридической фирме в районе Наньша, ключевом торговом и инвестиционном центре южного города Гуанчжоу. Я учил в университете в Гуанчжоу и уже знал о возможностях трудоустройства и поддержки стартапов для жителей Сингана и Алмэня. То моя доработа повысила мой уровень и расширила кругозор. Многие наши дела связаны с законами как Сингана, так и материковой части страны. И научиться ориентироваться в них было очень полезно. Здесь также есть возможность работать и с госзаказчиками. Это ещё один ценный опыт. Стивен работает в юридической фирме, где трудоустроено много специалистов из Сингана, Алмэня и Гуандуна. Почти половина юристов здесь – выходцы из двух специальных административных районов. Они одними из первых получили лицензии на работу в районе Большого залива. Люди из Сингана и Алмэня свободно владеют английским, португальским, а также кантонским диалектом китайского языка, что даёт им преимущество при рассмотрении трансграничных дел. По мере того, как район Большого залива становится всё более развитым, здесь появляется больше международных фирм, которые будут нуждаться в юридических услугах. Мы, безусловно, продолжим поддерживать эту инициативу. Принять участие в схеме трудоустройства молодёжи могут компании, которые имеют бизнес в Сингане и в районе Большого залива. Они должны предлагать зарплату не менее 18 тысяч синганских долларов в месяц. Работодатели получают ежемесячное пособие в 10 тысяч синганских долларов от правительства особого административного района за каждого выпускника, которого они отправляют на работу на материк. Субсидия рассчитана на срок до полутора лет. С 2021 года за испытательный период работы этой программы в ней приняли участие более 400 компаний. Со снятием противоковидных ограничений их число будет только расти. С тех пор, как открылись границы, ко мне поступило гораздо больше просив приехать и провести совместные мероприятия, семинары и тренинги для их кадров, потому что они знают, что им придётся столкнуться с гораздо большим количеством международных обращений. Но также открывается гораздо большая вакансия для синганских талантов, потому что они понимают, что Синган всегда будет их партнёром. Трансграничные субсидии на трудоустройство рассматриваются как часть долгосрочной стратегии Китая по созданию глобального экономического центра на юге страны. Аналитики говорят, что спрос на талантливых полиглотов существует не только в областях юриспруденции, технологий и финансов, но также в индустрии туризма и гостиничного бизнеса. Продолжение следует...